Приветствую вас! Если вы действительно интересуетесь тем, что делать, если пара не игнорирует у вас сообщения, то я бы рекомендовал предоставить больше информации именно о нем. Какой он человек? Из-за чего поссорились? По поводу чего был конфликт? Как он себя вёл? Как вы себя вели? По какой причине вы себя вели именно так? О каких чувствах и что вы говорили ему, когда писали сообщение? Вот эти вопросы нужно прояснить для того, чтобы понять, что вам делать. А если мужчина гордый, например, то ничего не делать, нужно просто подождать немножко и он сам, скорее всего, выйдет на связь и сам, скорее всего, потеконечку будет отходить. Если такое уже было, то это не первый раз, то, соответственно, действовать нужно так же, как и в предыдущей. Если такого не было, но вы при этом боитесь его потерять, то работать нужно со своими страхами и с тем, как вы пришли к тому, чтобы поссориться. То есть, что стимулировало вас, именно вас ссориться. Я не говорю про человека, я говорю именно про вас, что вот вас стимулировало на ссору. Это вот такие важные моменты. Дальше, значит, можно, в зависимости от причины ссоры, я абсолютно постараться подобрать какие-то слова, да, какое-то поведение выстроить, вот, чтобы это было наиболее эффективно. Кроме того, ситуация заключается в том, что мужчина ваш, скорее всего, почувствовал, что вы виноваты. То есть, ну, это почувствовал я, и, соответственно, я уверен, что будет чувствовать он тоже. И если он действительно почувствовал, что вы виноваты, если вы чувствуете себя, чувствуете себя виноватой, то это, конечно, тоже достаточно серьезный минус. Потому что, если человек виноват, значит, на него можно, собственно, всю вину и перевесить. А тот человек, перед которым чувствует себя виноватыми, видит себя как жертву. Вот, соответственно, как жертва и ведет себя ваш молодой человек, да, то есть, игнорирует, ничего не говорит, не отвечает и так далее. Вот. В этом случае вам нужно подкредитировать свое поведение и, возможно, написать еще раз, извиниться, да, но без обвинения себя. А если уж совсем ничего получаться не будет, то тогда я рекомендую, конечно, вызвать его на личную встречу, да, то есть, ну, встретиться с ним, где-то подождать его и встретиться с ним и с глаза на глаз все высказать. Потому что бывает такое, что по интернету люди не готовы выяснять отношения, ну, в силу того, что им тяжело, в силу того, что они гордые, может быть, обид большая. Вот, опять же, это нужно выяснять в процессе беседы с вами, чтобы вы рассказали, что за человек, какой он и так далее. Вот, чтобы психолог сам задал вам какие-то вопросы, которые его интересуют. Все это выясняется в ходе беседы. Опять же, вопрос, насколько вы серьезно настроены на то, чтобы мириться с вашим молодым человеком. На этом все. Значит, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Допускаю, что он слишком общий. Но и ваш вопрос, к сожалению, тоже слишком общий, потому что, по сути, никаких индивидуальных особенностей в своей ситуации вы не привели. И, соответственно, рекомендации вам можно дать только самые-самые общие. Вот. Если серьезно человека любите, то нужно работать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Поехали.